Бумажные, мраморные, из муранского стекла и даже золото, размером в 2 сантиметра или весом в несколько килограммов. Житель поселка Карымская Сергей Романюк коллекционирует пасхальные яйца. Сегодня его уникальная коллекция насчитывает более тысячи экземпляров со всего мира. О своем увлечении Сергей Романюк рассказал нашему корреспонденту Дарье Юринской. Вот это яйцо из бумаги положило начало коллекции, говорит Сергей Викторович. Его когда-то подарила на Пасху дочка, поэтому и сегодня оно самое дорогое. А ведь в коллекции уже больше тысячи экспонатов. Это яйца, подставки, светильники, шкатулки. Есть даже яйца, которые умеют петь и говорить. В зависимости от материала пасхальное яйцо может стоить более 40 тысяч рублей. Денег не жалко, ведь коллекционерам становишься незаметно, а остановиться уже невозможно, считает Сергей Романюк. Когда появляются знаковые вещи, такие как, например, православные яйца, это целая история. И поэтому вот именно в этот момент, когда у яйца появляется история, когда у яйца появляется биография, появляется желание заняться коллекционированием. Самое большое яйцо коллекции весит около 10 килограммов. Оно привезено из Китая. А вот самое маленькое. Оно не достигает в длину и двух сантиметров. На ладони его почти не видно. Уникальная роспись. Чаще всего это православная тематика. Несколько сотен яиц привезены из монастырей. Часто Сергею Романюку дарят яйца, сделанные своими руками. Из пряжи, бисера, папье-маше или металла. В коллекции яйца из 19 стран мира, 28 городов России. По яйцам можно изучать миниологию. Значит, есть и яшма, и мрамор, и чараид, и лазурит, и яшма и так далее. То есть я уже и об этих камнях что-то могу сказать. По яйцам я могу рассказывать о людях, которые мне подарили. Это необычные люди, необычные биографии. Сегодня Сергей Романюк планирует разбавить свою необычную коллекцию картинами с изображением главного пасхального символа. Уже скоро он планирует приобрести первое живописное полотно. Дарья Юринская, Александр Смирнов, Вести, Чита.